Дорогие друзья, приветствую вас! Представляю вам свои бурятские и монгольские наряды. Так, у меня их три получается. Вот это зеленое платье мне досталось от мамы. Мама его носила в молодости, но я помню это время. Это были 60-е годы, конец 60-х годов. Оно и сшито по моде 60-х годов, сшито из монгольской парчи, которую привозили тогда. Может быть я ошибаюсь, но может быть и нет. Может быть это из той парчи, которая продавалась в магазине, но это очень такая скрипучая, царапающая кожу парча. Шелк натуральный, а царапается он за счет содержания металлика, металлической нити. И с изнаночной стороны этот рисунок, вот этот рисунок красивый, выглядит вот так. Если бы не монгольский мотив, то можно было бы назвать это платье хозяйкой Медной горы. Так, ну какие годы? Ну скажем, 68-й год, наверное. Я даже не помню маму в этом платье, то есть я помню, что оно у нее было, а куда она его носила, я не знаю. Ну на какую-нибудь вечеринку, кому-то в гости, на юбилей свадьбу. Так, это рубашка, сшитая по монгольским мотивам. была, я ее не помню совсем, но видела на фотографиях. То есть мама носила ее в девушках, то есть это еще раньше, год так, 60-й. И я не скажу, что в то время у нас носили традиционную одежду. Ну что, нет, это была именно дань моде такая, дань патриотизму, вот. В общем, было модно сшить вот такую рубашку, она коротенькая, вот. Ну, чуть-чуть ниже пояса. Не хочет фокусироваться, так, хорошо. Это платье. Я сшила сама. Оно сшито из шелка, привезенного из Монголии. Так же, ну это где-то в году 77-го. Мама ездила в Монголию и привезла оттуда вот такой шелк. Наверное, он китайский. Это шелк ненатуральный. Так, что могу сказать. И не вискозный, это какой-то ацетатный, наверное. Нет, не ацетатный. В общем, не знаю, что за волокно. Ткань такая с драконами, очень красивая. И я ее сшила по обычной выкройке, взятой из журнала Борда Моден. Адаптировала, то есть вот этот вырез, косой запах. И я сделала сама. И использовала вот такой шнур, кстати, который отпарывается. Косую бейку, застежки готовые, которые продавались. Вот. Короткий рукав. Это платье, оно, собственно, туника. Его носила с лосинами. Так, ну и давайте еще более подробно, с точки зрения того, как пошито. Разберем эти платья. Назвать эту одежду традиционной нельзя. Это все-таки одежда, сшитая по мотивам. То есть речь идет о стилизации. Это платье цельное. Здесь запах только имитирован. Пришита сюда полоса ткани, фигурно вырезанная. Просто нашита. Пуговицы. Сделаны традиционно. Но вообще вот монгольские пуговицы топши, они имеют круглую форму. Такая бусина на ножке. А в данном случае просто обычная пуговица пластмассовая. Но такая по мотивам близкая монгольским. Петля сделана также из полоски ткани. Сшит вручную этот шнур и пришит прямо к полотнищу, к переду. Воротник обычный отложной, с закругленными концами, небольшой. Сшитый изнаночной стороной наружу для контраста с основной тканью. Рукав вточной, немного присборенный. Ну, такой нормально присборенный, обычный вточной рукав. Здесь по моде 60-х плечо довольно такое покатые. Покатые плечи были в то время. Здесь шлак манжета от ворот в форме копытца. То есть, вот такая скошенная форма. Это форма копытца пришитая. Так, ну, крой здесь обычный. Вот выточка из бокового шва. Сидит оно свободно. Можно носить, в общем, от 44 до 48 размера. Платье сидит свободно. Эта блуза сшита из подкладочной саржи с гладкой стороной наружу. Эта саржа хлопковая, хотя выглядит очень шелковисто. Если мы вывернем наружу эту рубашку, то увидим, что здесь она разрезана. То есть, берется полотнище. Да, кстати, рукава цельнокроеные. То есть, она кроится вот так вот. От низа переда через плечи и до низа спинки. То есть, вот этот вот один кусок ткани будет, да. Сложенный пополам по поперечной нити. Потом выполняется вот этот разрез. Сюда дошивается полоска ткани. Вот так. Вот так она выглядит. Это полоска ткани, которая здесь сцеплена. Так, ну, представьте себе, это сшито в конце 50-х годов. Да, и ткань, кстати говоря, не ветхая. Ну, просто вот швы здесь внутри мы увидим нитки. И отделана эта блуза тесьмой, которая вот просто пришита. Обычной тесьмой советского магазина, которая тоже по мотивам близка к монгольским. Ну, не противоречит не то, что вы близка. Сейчас более монгольские вы найдете тесемочки. Так, боковые разрезики есть небольшие у этой блузы. И как раз вот этот верх этого разреза ложится примерно на талию у меня. То есть от талии вот такое небольшое расстояние. Углы обшиты. Рукава без манжетов, просто вот так. Вот рукав три четверти. Ну, вот, пожалуй, и все. Осталось только продемонстрировать на себе эти костюмы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, в общем, вот такая блузочка. Здесь не хватает второй пуговицы. Она отлетела. Вероятно, ее придется снять, пуговицу придется снять отсюда, перешить сюда, а сюда пришить похожую, поскольку та пуговица, которая под мышкой, не очень видна. Рукав, как я и сказала, вот три четверти. Рубаха цельнокроенная. Запах на правую сторону. Так, разрезик начинается чуть ниже талии. На мне в данном случае. И поэтому блуза хорошо садится. Эта рубаха так я не смогла отгладить. Она только после стирки. А вообще стирать нужно ее как можно реже, чтобы не трепать вот эти все швы и детали. Вот. И ее я носила, эту блузу. На вечеринке как-то случалось мне ее показать, в люди вывести. Так вот, хочу показать ее со штанами. Правда, нет подходящих львов. В небо еще такую шапочку конуса. Я была похожа на вьетнамку. В смысле, на женщину вьетнамской национальности. Не на тапочек. Так. Да, фокусируется нормально. Здесь очень неплохо выглядит. Так. Ну, это тоже не показатель. Сюда надо темные черные брюки. Нормального такого при облегании. Прилегающие. Может быть, скини. Если, конечно, фигура позволяет. Здесь не слишком грузная в этой части. Я грузная в этой части. Поэтому скини. Но у меня с собой нет брюк. Я бы не постеснялась показала себя в скини. Так. Ну, вот как-то так. Так. Ну и, наконец, платье. Так. Я показываю без туфелек. Так что не обессудьте. Может быть, да. Может быть, я еще покажу, накрашусь и надену туфли. Да. Не исключаю, что покажу и такое. Вот платье. Видите, какое свободное. Его можно сколько угодно есть. Поправляться. Оно все равно будет сидеть вот так. Такова мода была шестидесятых. Что позволяло быть в фигуре не совсем идеальной. Кое-где иметь отложение. То есть, под таким платьем можно любую и худобу спрятать, и лишние килограммы. Вот. Это платье очень удобное. Ну, что о нем сказать. Вот так оно сидит в профиль. И такой оно можно взять редикюрчик. Ну, что-то в стиле семидесятых какие-то бусы повесить. Ну, конечно, в данном контексте бусы могут звучать только какие-нибудь этнические. Просто какие-то круглые сюда, наверное, не очень подойдут. С любым бурятским монгольским платьем хорошо будут смотреться любые коралловые, янтарные. Бусы там, поскольку это традиционные камни бурятские. Что-то с бирюзой. Вот такие камни, которые есть в традиционных бурятских ювелирных изделиях. Так, сзади это платье имеет застежку на кнопочку и крючок. То есть застежка потайная, ее не видно. Вот как-то так. Так, как это двигаться в стиле шестидесятых, скажем так. Ну, может быть, музыку будете делать? Ага. Ну, ага. Ну, ага. Что-то сейчас капли. Наверное, в арбейке, которая сглала. Да. Тут мне можно на нее как-то собрать? Да. Да. Ты же их продаешь тоже? Да. 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 Так, в общем, я попыталась показать, что это платье можно и придать ему деловое исключение. Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравились мои костюмы и вам было интересно на них посмотреть. Если это так, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и всем хорошего настроения, здоровья, счастья, удачи и успехов во всех делах. Пока-пока. Ваша Аюна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok